Всем привет! Здравствуйте, мальчики и девочки! Ребята, а вы знаете, что с братишками и сестренками нужно жить дружно? Ха-а-а, это всем известно! А вот что делать, если кто-то из них ведет себя неправильно, шалит и не помогает другому? Ну, в трудной ситуации важно уметь договориться. Иначе можно угодить в историю, которая случилась с глаголами. Сейчас расскажу. Жили-были два брата, и один на другого ругался. Ты ни одного дела до конца довести не можешь. Посуду моешь-моешь, никак не вымоешь. Или мусор метешь-метешь, никак не выметишь. Неужели я такой бесполезный? Расстроился один глагол. И вовсе ты не бесполезный. Ты просто несовершенного вида. Стали переубеждать его друзья существительные. Без тебя бы мы многого не смогли делать. Ни бегать, ни прыгать, ни читать, ни считать, ни смеяться, ни танцевать. То есть, я за все, что долго длится, отвечаю? Да. А еще ты отвечаешь на вопросы. Что делать? Играть. Что делал? Играл. Что будет делать? Будет играть. А я? Я тогда за что отвечаю? Спросил второй брат. А ты глагол совершенного вида. И отвечаешь за все действия, которые завершены или будут завершены. Что сделать? Выиграть. Что сделал? Выиграл. Что сделаю? Выиграю. Правда, в настоящем времени тебя не бывает. В настоящем времени все не завершено. Поэтому в нем встречается только глагол несовершенного вида. Мы что делаем? Учимся. Вы что делаете? Смотрите. И с тех пор глаголы больше не ссорились. Каждый делал, что положено и в свое время. Ну, теперь понятно, почему важно не ругаться друг с другом. Верно. Ребята, хотите говорить и писать правильно, не пропускайте наши эфиры. И вас никогда не запутают слова ловушки.